От пациента 8 июня 2020 года случился приступ с потерей сознания. Невролог назначил лечение, уколы, мексикор, таблетки, пентоксифилин и фенибуд. После МРТ диагноз не выявили. Головокружение не проходит. Был второй приступ с потерей сознания. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ пациента 40 лет. Дата исследования 28 июня 2020 года. При МРТ головного мозга в аксиальной, корональной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга с разными типами ВИ и контрастированием. Правой лобной и височной доли с переходом на наружную внутреннюю капсулу выявлен участок измененного сигнала без четких границ. ДВИ положительно, контраст не накапливает. Желудочковая система сформирована правильно. Гидроцефалии нет. Сурбахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5 мм. Диафрагма седла обогнутая, структура обычная. Патологии моста мозжечковых углов не выявлено. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга хиазмально-селярная область без МР признаков патологических изменений. Миндали на мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. В проекции моста мозжечкового угла корешки восьми пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон. Симметричны, не утолщены. Архитектоника мозга не нарушена. Передачные пазухи носа свободны. Таким образом, выявлено диффузное поражение головного мозга. Учитывая отсутствие парахемального контрастирования и узловой структуры с границей отека, можно предположить не обховливый характер поражения. Отсутствие совпадения с зоной конкретной кровоснабжения делает маровероятным ОНМК. Наиболее реальным кажется воспалительное поражение, возможно, герпетический энцефалит. Заведующий кафедрой доктора медицинских наук профессор Холин А.В. Вопрос пациента. Спасибо за быстрый результат. Теперь я вообще в замешательстве. Если сравнивать два результата, ваш и тот, который сделали в центре, где делал МРТ. Какой диагноз можно поставить, посмотрев оба результата? Что вы посоветуете мне с этим делать? Первое заключение прилагаю. Ответ профессора Холина А.В. Ничего близкого к слерозу гиппокампа или глиозу, как написано в вашем первом заключении, нет. Картина очень похожа на герпетический энцефалит. Глиобластому инсульт можно исключить. Надо проверить кровь на антигены вирусным заболеваниям. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok